Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 декабря 2016 года – воскресенье. По одному из старинных – 15 день месяца белого сияния, покоя и мир, 7525 лета – осьмиться. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Путь к истокам. Третья книга за гранью восприятия». Автор-соведущий – Хиневич Александр Юрьевич. Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Давненько мы с тобой не общались в живом эфире, но вот повод появился. Раз повод появился, то давай будем раскрывать тему. Итак, первая книга, вторая книга и уже третья книга. Наверное, задам тебе вопрос, который в каждой передаче я тебе задаю, но все равно, я думаю, он будет интересен нашим радиослушателям. Почему, с какой целью ты, такой серьезный мужчина, известен серьезными делами, вдруг начал писать какую-то фантастику? Вот как-то у многих не вяжется. Фантастика – это что-то такое, развлекаловка какая-то. Это какие-то такие мысли. А может быть, и вдруг вот ты человек, который так с бородой, серьезный, и вдруг фантастика? Ну, не вдруг. Я и раньше писал просто, еще в советские времена, просто потом не было времени писать. А фантастика, ну, это своеобразная форма донести свои мысли. Поэтому и раньше были рассказы в данном жанре. А почему бы и нет сейчас? Рассказ рассказу рознь. Когда ты говоришь рассказ, представляешь какое-то небольшое такое произведение, очень сжатое, маленькое, а тут все-таки уже три тома. Нет, рассказ – это не обязательно маленькое произведение. Рассказы, они разные бывают. Ведь само слово «рассказ» – это то, что поведано было однажды, а размер никогда не зависел. Некоторые рассказы в древности могли месяцами доносить до других. Так что ничего удивительного нет. То, что сказал, мне, например, понятно. Но я отталкиваюсь от того, что известно сейчас. А сейчас вот все-таки рассказ, он воспринимается, что-то такое маленькое. Ну, ладно, пояснение твое ясно, я думаю, воспринимается нашими радиослушателями. А для них я напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Для того, чтобы попасть в чат, вам необходимо для начала оказаться на нашем сайте. Пока сайт еще старый работает – slavomir.org. Для этого вам надо в любом поисковике набрать Народное славянское радио. Дальше вы попадаете на сайт, ищете слово «чат». И если еще не зарегистрированы, придумываете логин, пароль, указываете какой-нибудь несложный e-mail. Потому что иногда бывает сложный e-mail, чат старенький. Пока он не понимает очень новомодных e-mail и не регистрирует. И после этого, это делается один раз, после этого вы можете уже пользоваться чатом на постоянной основе. И, в частности, сегодня воспользоваться этим и задавать вопросы Александру. Если же вы уже регистрировались, то еще проще логин, пароль указывайте, да и все. Вопросы уже начинают поступать. Я чуть-чуть еще немножко тебя так помучаю, и потом мы сразу к вопросам перейдем. Если кто-то еще не читал первую, вторую часть, то вкратце, наверное, здесь надо сказать, а с чего вдруг завязался этот рассказ, не рассказ, роман, не роман, фантастический, фантастическое произведение, вот так вот назовем. С чего вдруг оно завязалось? Там кто-то где-то что-то нашел. Вот давай вкратце напомним нашим радиослушателям, а после этого уже пойдем разговаривать по вопросам. Ну, здесь можно сказать, что я же не только пишу книги, как в той старой пресказке. Я не только писатель, но я еще и читатель. То есть я с детства очень много читал в различных жанрах, в различных направлениях. А в последнее время книги, которые я читал, они касались либо альтернативной истории, либо фантастической. И я заметил, что там, ну, когда описывается древность, не совсем, как по моему мнению, верная информация, поэтому я решил написать свой, описать свой взгляд на те или иные события, которые были в прошлом. И вот так, используя, будем говорить, и факты, которые были известны, и которые были неизвестны, получилась вот такая книга. Вернее, серия книг. Хорошо. Почему были избраны действующие персонажи, довольно-таки обыденные? То есть ничего в них в самих персонажах фантастического нет. Ведь обычно, когда фантастика какая-то пишется, то там такие супермены, наделенные чем-то, или еще кто-то, такие дядьки, недюжи силы, богатыри, или какие-то волшебные у них возможности есть. А здесь простые люди повседневной жизни. За основу уже всегда берутся, будем говорить, герои, или главные герои, которые окружают нас в посеедневной жизни. То есть где-то собирательные образы. Когда собирательный образ, тогда читатели, которые читают такую книгу, многие находят такие сюжеты, которые у них были в жизни. Ну, допустим, то, что связано с главным героем в моих книг данной серии, то сначала люди воспринимали, ну вот, военный пенсионер. А потом начинают раскрываться, что это не просто военный пенсионер, который живет рядом с любым. А оказывается, что из-за потери памяти это древний, который поселился на нашей земле, и жил с жизнью обычного человека. А потом он вернулся в свой мир. То есть то, что многие проходят мимо людей, не обращая на них внимания. А может, это не обычный человек, а представитель, как сейчас принято говорить, внеземной цивилизации. Но он живет на земле рядом со всеми, работает, может, даже простым уборщиком на почтабе. А все проходят мимо и не замечают, что это совершенно иное существо и очень интересная личность. Каждый фантаст, каждый писатель преследует свою цель, когда что-либо пишет. Один хочет славы, другой хочет поразвлечь людей и через это получить славу. Кто-то хочет денег, кто-то хочет и того, и другого, а может быть, еще и третьего. Какую цель преследуешь ты, когда пишешь свои писания в фантастическом формате? Ну, я в первую очередь писал, начал писать книги. Сначала потому, что у меня было желание, потребность. Это я имею в виду еще 70-е, 80-е годы. То есть я как бы хотел, чтобы было несколько рассказов интересных, чтобы своим маленьким детям читать перед сном. То есть чтобы им было интересно и помогало им в их развитии. То, что сейчас вот новая серия началась, я вновь взялся за написание. То есть все книги, я в них написано, посвятил своей дочери Ксении. Но и другие мои дети, внуки, и также с удовольствием читают эти книги. Ты когда начал говорить про то, что пишешь своим детям, посвящаешь, мне сразу вспоминается автор книги о Гарри Поттере. Там тоже начиналось все с детей. И чем это закончилось, все уже знают. Всемирно известный роман, всемирно известные фильмы по этому роману. Тоже фантастический. Ну, видишь, я таких целей не преследовал. Мне хотелось просто в доступной форме донести до своих близких, детей, знакомых, друзей то, что я знаю. Скажи, пожалуйста, у тебя какая-то обратная связь со своими читателями присутствует? Кто-то делится своими наблюдениями, какими-то своими взглядами, говорит, ух ты, или, ну вот, Александр, ну что ты там не то написал, и так далее. Да, обсуждение каждой главы идет на сайте самовздата. Но я там выкладываю черновики глав. После того, как я заканчиваю книгу «Черновик», я ее заново перечитываю и добавляю то, то, что забыл дописать или то, что упущено. Поэтому книги втечат на моем здании более полное. То, что ты говоришь, это несколько противоречит, скажем так, издательскому делу, и мы с тобой в одной из передач об этом говорили, но все-таки стоит, наверное, повториться. почему вдруг перед тем, как выйдет книга, ну, не в полном, конечно, объеме, а в частично предварительном черновом объеме, уже зрители, читатели, слушатели наши, в частности, знакомятся с ним. Ведь если рассказать историю, то как бы неинтересно фильм смотреть, неинтересно книгу читать, неинтересно анекдот слушать, а тут так в открытую ты идешь, выкладываешь у издательства, тем более, все-таки, наверное, необходимо деньги вернуть хоть какие-то. Ты не забывай, на самоздате выложен черновик, а в полном издании, в полной версии книги там присутствуют сюжеты, которых в черновиках нету. Ведь те, кто издает книжки тех же самоздатовских авторов, они, допустим, издатели требуют, чтобы убрали там половину текста или две трети текста, оставляли ознакомительный фрагмент. В моем же случае остается на самоздате лишь черновик и комментарии и обсуждения. Ну, простой пример я уже говорил. Если, допустим, первая книга в черновике была 518 страниц, то в полной версии была 600. Вторая книга в черновике была 556 страниц, а в полной версии 648. То есть, естественно, когда на сотню страниц больше, то и информации больше. бывали ли такие случаи, когда кто-то из читателей после знакомления с черновиками или с книгами вдруг тебе написал, что, Александр, а вот не развита вот эта тема, давай-ка ее разовьем. Или наоборот, ты знаешь, много ты посвятил этому, это второстепенно, давай-ка это не будем больше трогать, давай-ка вот по существу что-то более важное. Нет, таких предложений очень много. Какие-то я приемлю, какие-то нет. Иногда просказывают интересные моменты, я их включаю и развиваю, но только со своей точки зрения. А какие, например, так, естественно, не будем дословно цитировать, какие, например, предложения ты отвергаешь, не приемлюешь и какие приемлемы для тебя. И ты говоришь, да, пожалуй, я вот в этом направлении подумаю, да, пожалуй, я тут кое-что раскрою, опишу. Ну, например, когда вышла еще только первая книга, очень много писали с возмущением то, что хватит писать про еду. Очень много посвящено либо обедам, либо чаепитиям. в книге. Ну, в черновике так и есть. Только те, кто пишут, они забывают об одном, что раньше всегда любые переговоры, общение, оно всегда начиналось с обеда или чаепития. Поэтому это дань традиции, если кому-то это не нравится, я это убирать не собираюсь. Насколько я понимаю, твоя книга еще отличается, твои книги отличаются еще от известных тем, что они базируются на каких-то древних знаниях, на каких-то древних писаниях. То есть, если фантасты современные и старинные, они просто что-то брали из головы, что-то додумывали, может быть, кого-то осеняло где-то, но неосознанно, то в данном случае ты пользуешься теми наработками, знаниями, источниками, которые до тебя кто-то донес, до тебя они каким-то образом дошли, и вот сейчас таким образом ты делишься с нашими радиослушками, с нашими зрителями, с нашими читателями. Ну, книга, она должна, любая книга должна нести развивающий эффект. Допустим, в книгах я ссылаюсь, там привожу примеры, старые легенды, древние предания, и многие после прочтения книги начинают искать в интернете те или иные предания, те или иные легенды, и не только славянские сказания, предания, басни, легенды, а также шумерские, индусские, византийские, различные, то есть взаимосвязаны. Тот же сюжет, связанный с Нибиру, которая, согласно шумеро-акадским преданиям, появлялась каждые 3600 лет, а в декабре 2012-го она не появилась. возник вопрос, почему раньше прилетали, а теперь нет. А в книге как раз вот и описывается момент, какая причина, почему Нибиру не появилась. не пролетел волшебник в голубом вертолете. Скажи, пожалуйста, а что наш человек, средний человек, без каких-либо сверхвозможностей может применить из того, что описывается в книге? Есть ли какие-то, скажем так, обучающие моменты, что если ты будешь делать вот так, то получишь вот это, если будешь делать вот так, то будет тебе вот то, если встретишься с тем-то, то тебе передадут вот это и вот это, ну и так далее. То есть, как пошел Иванушка куда-то и встретил того-то, того-то, вот он стал тем-то, тем-то. Ну, эти моменты всегда присутствуют. Тем более идет описание какого-то сюжета, а потом его разбор с разных точек зрения. Или как вот само название говорит, за гранью восприятия. Как себя человек поведет, когда он оказывается за гранью восприятия в совершенно ином мире. Что происходит, как это связано. То есть, люди, которые побывали в медитациях или в различных психологических тренингах, они уже сталкивались с такими сюжетами, но они совершенно как бы не знали, как себя вести, попав в иной мир. А в книгах дается описание и не только вот в третьей, которая вышла три дня назад, но и дальше вот в четвертой книге, которая сейчас пишется продолжение как раз описания того мира за гранью восприятия. Скажи, пожалуйста, за гранью восприятия, наверное, для человека имеется в виду, что это такое восприятие, что такое это грань восприятия, о которой ты вот... У каждого человека своя грань восприятия. То есть, она обусловлена традициями, догмами, стереотипами, взглядами, системами. И каждый человек должен уметь заглядывать за привычные грани восприятия. А вообще есть какая-то общая грань, планка, за которую человек в любом состоянии, в любом смысле не сможет переступить? Вот грань восприятия абсолютно для любого человека. За любой гранью есть новая грань, потому что у каждого своя цель в жизни. Я понимаю это. Я про то, что люди, они же все ограничены своими телесами, так или иначе, то есть, уже некое ограничение от рождения наложено на них. Мы находимся на земле. Нет, секундочку. Это касается нашего состояния, как мы говорим, в бодром виде. Но когда мы спим, мы же тоже по слоям реальности путешествуем по вселенной. кто-то из этой вселенной в другую, кто-то в параллельные миры. Но это тоже одна из форм существования, только уже за пределами тела. Пока тело, будем говорить, находится на подзарядке, отдыхает, душа странствует. Ведь не зря же у наших предков понятия сон и смерть были однотипными. я опять же пытаюсь немножко свой вопрос развить, отталкиваясь с того, что в одном из преданий говорится о происхождении всего, что в нашей новой реальности существует, был некий кто-то, кто создал это все. Нет, не так. Насчет некоторого, который все создал. Это неправильное понимание. До того, как этот некто появился и вселенная, и жизнь существовала. Просто когда шло проявление в новую действительность и пошел жизнеродящий поток света и мглии, вот тогда начали зарождаться и появляться новые формы жизни. Но это не значит, что исчезли старые. то есть просто произошло изменение. Или как в книге пишется великое изменение. А главный герой вот хочет докопаться до основ. А что было до великого изменения? То есть в своей книге ты дашь ответ, потому что для многих вот я же тебе не просто так задаю, а я как ведущий вынужден такие вопросы задавать. Получается, что в этой книге нет, иначе бы на этом серия бы прекратилась. А сейчас я же сказал, пишется четвертая книга, и сегодня была выложена пятнадцатая глава. Так вот, все равно я так настаиваю, да, это, настаиваю. Если там непознаваемый кто-то даже для тех высших сущностей, может ли человек, даже находясь в состоянии нетелесном, облуждая или двигаясь по мирам, попасть за эту грань, потому что там иная реальность, старая реальность для того, кто здесь все это создал. И туда, как сказано, попасть невозможно. То есть предел исполниться. Для разума нет преград, так говорили древние. Только куда этот разум заведет, это уже другой вопрос. Хорошо. Есть ли какой-либо план по тому, сколько всего книг должно выйти или как пойдет? Никогда никаких планов не было. И сколько получится, столько получится. Хорошо. В очередной раз надо... Допустим, я вот читал книги на самом издате одного автора. Прочитал одну книгу. Мне понравилось. Я начал читать другую продолжение. Еще больше понравилось. Там он писал о том, как девушка попала в Белоруссии в 1941 год. Ну, как бы, как сейчас любят говорить, попаданство на Великое Отечество. Вот она попадает в Брест, и первая книга за ней следует, вторая, третья, потом раз, все ждут продолжения, и нет. Читаю комментарии, дочка автора пишет, продолжения не будет, папа умер. То есть человек всего себя вложил в книгу и писал до той поры, пока не ушел в другой мир. Поэтому я не знаю, сколько будет книг, но вот сейчас три вышло, и по-любому уже пишется четвертая, это значит, что книг будет больше, чем три. Уже в любом случае, да? Хорошо. Вот здесь Данил написал, невозможное возможно, вот и Билан блеснул мудростью, хотя он, наверное, об этом и не думал, когда пел. Это вот реплика на твой ответ, что все, все возможно для человека. Хорошо. Главное, самим себя не ограничиваем. Вот тут я с тобой полностью согласен, да, а то часто на себя навешивают что-то, а потом из этого вылезти не могут. Ну что ж, вопросы идут, давай уже к вопросам перейдем. Хорошо. Потихоньку развивать нашу тему. Вопрос эфир от Антона. Доброго здравия, читая твои труды, в голове возникает картина событий, смотрю сюжет как фильм, заметил то же самое при чтении Алексеева и Тормашева. Чувствую скрытый смысл в твоих трудах, как понимаю, знания предков это так, они там есть. Сейчас много сериалов и фильмов отсняли, где подобие исконов из твоего труда, правда, там мало таких по развитию. Тебе по нраву такие фильмы? Извини, что докучал тебе с расспросами, не касающихся книг. Читаю на самоиздате следующую часть, с нетерпением жду последующих глав. Благодарю за труды и крепкого здравия и гармонии вокруг тебя. Антон. Ну, я сейчас не знаю, какие там фильмы и сериалы снимают, потому что я последнее время телевизор включаю только когда в хоккей играет Омский авангард и иногда звонят с РЕН-ТВ и сообщают, что сюжет с моим выступлением. А больше как бы я не смотрю по телевизору ничего. Не разрушаешь свой мир, да, телевизор? Да, нет, просто либо смотреть телевизор, либо писать книгу. А ты считаешь, что это вообще несовместимые вещи? То есть телевизор это мир свой, у тебя свой мир, если ты будешь снять, то что-то будет такое получаться непонятное? Или просто время уходит непонятно куда? Да нет, я к телевизору отношусь спокойно. То есть иногда и новости могу посмотреть по РЕН-ТВ, но последнее время новости я стараюсь вообще не смотреть, потому что показывают лишь одни трагедии, убийства и прочее. Вспоминается Михаил Николаевич Задорнов, когда сказал, вы знаете почему телевидение называют Останкина? Потому что она постоянно чьи-то останки показывает. Вот Данил написал, я точно рассчитываю на Малый Круг 9 книг цикла Джаре. Вот такой оптимист. Я еще расскажу, я не знаю сколько будет книг и куда заведет фантазию написать. Так что, Данил, рассчитывай на полный круг. Дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Здравия, Александр Юрьевич. В своих книгах вы пишете о фантастическом скафандре, в котором можно излечиться от разных болезней, стать вновь молодым. Скажите, пожалуйста, возможно ли нечто подобное на Земле для таких же задач? Во-первых, не о скафандре, а о медицинской капсуле. Во-первых, такие медицинские капсулы, они уже были в истории Земли, и на тех же камнях ики было изображение, как человек лежит в капсуле, а ему делают операции, допустим, по пересадке сердца или пересадке мозга. Поэтому не зря же наши предки говорили, все новое это хорошо забытое старое. Ведь никто из так называемых ученых не знает досконально, что на самом деле было в прошлом. Современная академическая историческая наука, она держится за те фантазии, которые были придуманы в 18-19 веках. И всячески уцепившись за них, их поддерживают. Все, что не вписывается в них, они отвергают. Поэтому, когда смотришь научные споры по телевизору, и ученый заявляет, а вот очевидец в прошлом заблуждался, это надо понимать так, меня просто уцепили берет. То есть они уже в своем самомнении дошли до того, что начинают корректировать тех, кто жили в далеком прошлом, что очевидец ошибался, им и в 21 веке виднее, как оно было на самом деле. Поэтому медицинские капсулы, они были. Можно сказать, те же барокамеры лечебные, где кислородное лечение было, это тоже одна из родовидностей медицинских капсул, только очень упрощенная. Вот вкратце и все. Хорошо. Но в данном случае здесь вопрос не то, что были, а сейчас это есть где-то на земле, как ты думаешь? Возможно, есть, но не для всех, потому что те, кто находится у власти, они стараются, что то, что используют они, не было доступно для простого народа. Потому что у нас сейчас совершенно другой тип медицины. люди по привычке идя в поликлинику или в больницу думают, что у нас все та же советская медицина. А это совершенно не так. В советские времена врачи сидели на ставке, на окладе. Поэтому они старались вылечить людей, чтобы они их больше не посещали. а сейчас платная медицина и зарплата любого врача зависит от количества больных. И чем больше больных, тем больше зарплаты врачей. Поэтому им выгодно, чтобы все болели. А если им это выгодно, кто же допустит, чтобы появились медкапсулы, в которых люди избавятся от всех болезней? Вот вам и ответ. Несколько завывалированы, но из него понятно, что технологии есть, технологии вполне применимы, но по определенным причинам они не всем доступны. Хорошо, идем дальше. Анн Бьерн, вопрос в эфир, здравия, какова вероятность в нашей реальности найти технологии древних? Я имею ввиду рабочие экземпляры. А кто мешает на Земле столько, как говорится, древних технологий? Ищите, если знаете как, пользуетесь. Хорошо ты сказал, если знаете как, а как, где это узнать? Когда человек ищет, он же знает, что хочет уйти. Нашел, а пользоваться как? Вот нашел тоже космический корабль и залез в него дальше чего. А всегда учиться надо. Где? По книгам? В древности любой аппарат, любой аппарат. Даже не в далекой древности, а лет 50 назад. Все, что выпускалось, сопровождалось чем? Инструкции по применению, как пользоваться. А оно не просто так. Оно всегда так было. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфир от Владимира из Калуги. Здравия. Вопрос в эфир. Какова судьба императора Арконы? А то тишина про присягу вспомнил лишь Искин база второй, древняя забирая семью капитана из прошлого запретил говорить о войне, чтобы избежать временных неувязок. а прибыв на идиллию, выложил все о будущей войне. А как же эффект бабочки третий? Имея вопрос возможности связи как личной, так и через бруча с любым разумным, он не связывается с женой и детьми. Первая проба связи вообще была спаленным. Ну, во-первых, ответ на первый вопрос. не ставилась целью описания судьбы императора Аркона. То есть, когда мы, допустим, пишем о солдатах Первой мировой войны, как они вели себя на германском фронте, да, или на островенгерском, никто при этом, какая судьба Николая Второго из писателей об этом не пишет. Хотя все воины русской армии присягали на верность, как говорится, царю и отечеству. То есть, это вот как бы одно. Второе, когда семью забирали, там, вот, временные неувязки, люди забывают, когда идет описание слоев времени. Слой времени, он как зеркало отражается. Поэтому, забрав одних, то есть, об эффекте бабочки можно говорить только в одном временном слое. А если взять из другого временного слоя, эффект бабочки не действует на другой слой. И третий вопрос по связи Бруча. связь с разумными, но расстояние-то ограниченное. То есть, он имеет возможность связи с любым разумным, но в ограниченных пределах. То есть, имея обычный сотовый телефон, вы можете позвонить в пределах планеты. Но поэтому сотов вы на другие планеты не только Вселенная, но и Солнечной системы не дозвонитесь. Вот ответы на все три вопроса. Дальше. Елена 777, вопрос эфир. Есть ли на Земле такие же врата между мире, чтобы можно попасть на другие планеты в другие измерения? Почему же нет? Если даже наши веды и предания о них рассказывали, и в ведах написано о вратах между миром, конечно, есть. Те же американцы эту информацию использовали для создания фильмов, где показаны такие врата. Кроме того, в одной из передач по РЕН-ТВ рассказывалось, что американцы посещают Марс и проводят там свои исследования, воюют с местными жителями и проникают они на Марс через портал, то есть через врата между миром. Кому интересно, можете на Ютубе поискать этот ролик программы РЕН-ТВ. Ты очень часто упоминаешь этот канал? Ты доверяешь всему, что там говорится? Или измирательно? Нет. Не только с этим. Я просто заметил, что канал РЕН-ТВ иногда дает ту информацию, которую другие каналы блокируют и не пускают в эфир. То есть они более открыто. Но есть информация, которую они дают прямиком, но большинство информации доступно. Есть ошибки, то есть у кого их не бывает, но большинство информации доступно. Есть еще один телеканал, он называется Мир. По нему тоже иногда проскакивает информация примерно такая же, как на РЕН-ТВ. А есть ли какие-то критерии от сева ошибок или увода в сторону от правды, которые люди могут увидеть на каналах? Ведь после того, как ты упомянул, многие скажут, дай-ка я буду теперь смотреть это, ведь Александр об этом рассказал. Но там только некоторые передачи и заметь, тот же Виктор Прокопенко, автор ведущий многих программ на РЕН-ТВ, он говорит, что они не истина последней инстанции. Они предлагают версию, которая у них получилась на основе тех данных, которые они имели на момент выхода передачи. Только и всего. А остаточная уже, будем говорить, вывод, основное делают сами телезрители. То есть они не думают за людей. Они предоставляют снятые документы, факты и говорят думайте сами, как это понимать. Хорошо. Идем дальше. Василий Саратова. Огромная благодарность Александру Юрьевичу за то, что он дает знания большими буквами людям. Александр Юрьевич, в твоей книге удивительным образом появляется Ратка. Просто я очень хорошо помню свой детский сад, и там я изображал рысь. Неделю назад подарил внучке астрономический атлас, и на обложке с обеих сторон я изобразил рысь. А еще я бы посоветовал Василию Саратова найти в интернете фильм «Тропой бескорыстной любви». Фильм про рысь. Я помню еще во времена своей молодости мы ходили на этот фильм, где лесник и рысь подружились и жили вместе. И понимали друг друга, можно сказать, с полуслова. Там, по-моему, было три фильма о рысе по кличке Кунак. То есть этому фильму можно доверять? Он о правде говорит, да? А как анонсировали фильм, фильм даже нисколько художественный, как бы полухудожественный, полудокументальный. А когда мы ходили в кинотеатр на него, там было написано, что фильм был снят на основе реальных фактов. Вот сразу реакция. Да, суперфильм, припоминаю, такой. То есть люди в теме. Когда ты начал отвечать, я думаю, подумал, сейчас ты посоветуешь Василия Саратова, а ты вот себе рысь заведи дома. В живом виде, а не просто рисунки. но это надо иметь большую зарплату, чтобы такую кису прокормить. Киса, да, не маленькая. А вообще, по поводу кисы, как-то неоднократно ты говорил, что рысь это, в общем-то, такое своеобразное существо, не совсем с повадками кошачьих, не совсем с повадками диких, как-то она так приучается очень хорошо к человеку верна до конца, что отличает ее от других кошачьих. Да, потому что в ведах сказано, что кошачьи прибыли вместе с дашьбогом на землю. Прибыли вместе с дашьбогом и они все кошачьи являются разумным видом. Даже есть такая присказка. Собака прислуживает человеку, а человек прислуживает кошке. Но все-таки рысь каким образом выделяется из кошачьих? Что ее отличает? То, что она так или иначе контактирует с людьми. И те, кто живут в лесах, да, ну, как раньше говорили, в хуторах, те же лесники, они с рысью контактируют очень хорошо. И подкармливают. Ну, допустим, подкармливая рысь, она когда охотится, доходила до того, что поймала там рысь, две утки, одну сама съела, другую леснику отнесла. То есть за то, что он ее зимой подкармливал. То есть и такие, как говорится, истории рассказывают лесники. не совсем такое поведение кошачье, скажем так. Все-таки кошка сама по себе живет, а вот рысь, она уже более так привязывается к человеку и благодарна. Вот в чате здесь уже упоминаются сразу и фильмы этот «Тропой бескорыстной любви», 1971 год выпуска, и даже ссылку, где можно посмотреть этот фильм. Так что, если вы еще не в чате, то завидуйте тем, кто в чат уже вошел. Ну и там еще рысь выходит на тропу. Это тоже про эту же рысь. Так что приобщайтесь к фильму, приобщайтесь к природе. Вот Инварь написал «У меня кошка-рыська, причем до того, как взяли кошку, говорил жене, что хотел бы назвать рысью, а когда приехали в приют, забрали с собой кошку, которую еще до нас назвали рысей». О как! Ну у меня он тоже рысь кота зовут, потому что у него хвост такой же короткий, ну и как у лайки, так мелко-мелко завернут на конце. Ну как его называют сахалинский или камчатский этот бобтейл. Ну еще и повадки все рысьи, но при этом ласкаться любят очень сильно. То есть ты хвост не отрубал коту такое у него Нет, нет, у него такое отрождение. А еще пишет, рысь возвращается еще 1986 год Агасси Бабаян. Видишь, сразу такие реакции идут на то, что ты говоришь в чате. так, ладно, дальше идем. Кстати, мы с тобой говорим-говорим, а про издательство ничего не сказали. Как называется издательство, в котором книги выпускаются? Надо об этом сказать? Книги издает издательство Радович. Те, кому интересно книги, могут заказать книги прям на сайте издательства. можно даже просто по-русски в поисковой строке написать радович.рф русскими буквами. Радович.рф вы попадете на сайт издательства. Или издательство Радович. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Ингварь. Мне вот интересно узнать такой момент. Наверняка ведь кто-то уже задавал вопрос «А не слишком ли легко все дается главным героям? Ведь получается, что все основные неудачи присутствуют в прошлом. Могу предположить, что так и задумано, но интересно узнать это от автора. Может быть это связано с концом эпохи Лисы? Не совсем понял вопроса. Слишком просто все там им дается. Куда бы они разговаривались, все получается. Да нет. В том-то и дело, что у главного героя опыт был большой. Просто он на время заблокировал сам себе память и потом она у него кусками возвращалась. А заблокировал, чтобы выжить на земле, чтобы знания, которые у него были до этого не повлияли на естественный ход развития жизни на земле. То есть он имел какое-то посвящение более высокого и чтобы не навредить что-то заблокировал в себе? Нет. Вот третья книга как раз и рассказывает о том, что главный герой, который описывается как военный пенсионер в первой книге, как он улетел в другой мир, на самом деле это один из древних, который прибыл на землю и здесь жил жизнью простого человека. То есть мне он даже там многие, когда первая книга вышла, возмущенные читатели, которые даже не прочитали первую книгу, а всего лишь несколько глав, вот советский пенсионер там обучает древних существ, которым 14 тысяч лет, а ему то на самом деле гораздо больше. Ну как? Ну это мы сейчас привыкли, что человек живет ну там 40, 50, 60, ну максимум 100 лет, да? Кто-то чуть больше 100. А если мы посетим кладбище, то там вопреки тому, что говорят нам историки, похоронены люди, которые жили больше 100 лет, а те же упоминания туристов 19 века, которые проехали по России по путевки, ну как бы мы сейчас сказали, посмотреть жизнь в Российской империи. Они возвращались и в своих книгах писали, что российские крестьяне живут 150, 180 лет, а некоторые и больше. также в первой книге приводила пример, что Петр Алексеевич Романов, Петр Первый, издал указ о разыскании и поберегении 300-летних старцев. То есть получается, что каких-то 200-300 лет назад еще существовали люди в нашей стране, которые жили 300 и более лет. А сейчас, конечно, при помощи медицины, загаженной экологии угробили жизнь, снизили ее до предела. Не хочется ли сказать, что этот самый пенсионер военный, он здесь живет уже не то, что там 300 лет, он здесь живет в этом теле многие тысячи лет? Или все-таки это очередное его перерождение? Нет, не перерождение. Он прибыл на Землю только в 1941 году, в 1941 году. Это все как раз в книгах и описывают. А потом он вспоминал то, что было до этого. То есть чтобы понять, как это происходило, надо прочитать книги. Хорошо. Здесь был такой вопрос, если уж мы говорили про то, сколько люди жили, вопрос примерно следующий. А есть ли у тебя знакомые или родственники, которые жили более 150 лет? я много раз приводил пример и своих детей, внуков возил в Беларусь на старое кладбище, где похоронены Хиневичи и показывал ему могильный огромный памятник, на котором написано Антон Хиневич 1730-1899. то есть ну как бы 169, но он умер за неделю до своего 169 дня рождения, то есть прожил 168 лет. То есть это внучка у меня засняла и на видео, и на фотоаппарат, и они также ходили по кладбищу, а вот этот прожил 120, этот 106, этот 115, то есть Беларусь западная чем отличается? Там мы ухаживали за могилками и их не уничтожали как у нас. Я вот по молодости помню у нас в Омске было казачье кладбище. Я когда еще ходил в училище, я имею ввиду наше славянское, я ходил на это кладбище читать эпитафии, на памятниках, то есть они с ятями, с ижицами, с инитями со всеми были написаны. Так там тоже очень много людей было похоронено, которые прожили больше ста лет. А потом это кладбище бульдозерами снесли, а на месте кладбища построили детский больничный городок. Тоже неплохо. надо же детишкам где-то лечиться. Ну, на кладбище. Ну, да, да, да. Так, понятненько. А как ты думаешь, если уж мы так затронули тему долголетия долгожителей, с какой целью тот, кого принято называть Петр Первый и такой указ создал, что его эти старцы так тронули? А в первую очередь, чтобы люди через них не могли узнать об истинном прошлом. Ведь нам говорят, что основатель династии Никита Романов. Да, отсюда и пошло название Романова. Ну, это маленькая зал шепритянутая. то есть Рома, Рим, Москва не зря называли Третьим Римом, да? Рим по латыни Рома, отсюда и Романова. То есть род, который находился под влиянием Римско-католической церкви и Священной Римской империи. Поэтому многие удивляются, а что же это среди Романовых одни эти Когельштейны? Потому что это оттуда идёт. Если уж мы о книге сегодня говорим, то книжная тема подразумевает ещё и какие-то древности. Так вот, также известно, что помимо снесения старых кладбищ, помимо убиения старцев, которым более трёхсотлетних, как там сказано. И уничтожение городов. Да, уничтожение городов. Старых, старых городов, но при этом невозможно уничтожить то, что засыпано в городах. Так вот, там же ещё были указы по уничтожению книг, да и книги горели в библиотеках различных. Это тоже, на твой взгляд, не просто так, не случайность? Ну, естественно. То есть, многие книги сжигали, а некоторые прятали, а потом говорили, что их сожгли. Ну, одна только библиотека Ватикана, да, они говорят, что там хранятся даже папирусные свитки из уничтоженной, сгоревшей Александрийской библиотеки. Ту же Либерию, библиотеку Ивана Грозного до сих пор все ищут. А есть ли какие-то предсказания в древних книгах, которые сохранились, которые реально можно верить, они начали сбываться или сбылись вот уже на какой-то процент что-то такое можно мы сейчас в передаче сказать, или это не тема сегодняшняя, не будем трогать? А я как бы предсказаний вообще не касаюсь. Потому что говорят о монахе, который Петру, Павлу Первому предсказывал, что произойдет с его родом. То есть сейчас очень много любителей предсказаний. Очень многие предсказания как бы появились с задним числом. То есть их приписывают людям, уже умершим и говорят вот, а это в частной беседе тот же Кейси говорил, или это же Ванга говорила. Я прекрасно помню 70-е, 80-е годы, когда Библия была недоступна. Все говорили, а вот конец света описывается, и он наступит, когда к власти придет Мишка Мечен. И это написано в Библии. Ну, а как раз в 80-е годы пришел Горбачев к власти. И все связывали конец света вот с приходом к власти Горбачева. Хотя ни в Библии ни про какого Мишку Меченова вообще ни слова нет. Но люди ссылались на источник, который был там недоступным. Как только Библия стала для всех доступна, начали называть другие источники. Типа Кейси, Ванга, там этот, как его... Нострадамус, да? Нострадамус, Вольф, Мессинг и прочие. То есть приписывали всем, кому угодно. Но главное, что это в древности. То есть проверить невозможно, то есть уже не сохранилось на языке оригинала ни одной записи. Ведь заметьте, Библия, Тора, Корана и другие священные писания, вроде все знают, что они есть, да? Но оригиналов же никто не видел. То, что сейчас распространяет Библию, это тот сборник, который появился еще в 19 веке. А взять тут же Библию, которая была, допустим, в 16 веке, доктора Франциски Скорина, она отличается от современной. Поэтому ее могут видеть только, ну, будем говорить, некоторые ученые. И все. Ну, из твоих слов следует, что никакому предсказанию, никакой книги с предсказами вообще верить нельзя, потому что она может быть написана вот буквально недавно и вышла только-только из типографии. Нет, нет, нет. Ну, зачем? Тот же Мишель Настрадам написал, да, а, допустим, представители Третьего Рейха трактовали его послание, да, ну, Катрена, которую он написал. Как им вздумается, то есть в свою пользу. То же самое делали представители других стран и народов. А все потому, что он писал на старо-французском. А старо-французский язык, он очень сильно отличался от французского языка, созданного революционерами во Франции. Ведь современный французский язык он совершенно недавно появился. Так же, как современный английский он появился после революции в Англии, когда короля убили и Кромвель пришел к власти. Тоже революционный язык создан был, и он потом превратился в современный английский. Многие могут посмотреть, допустим, в интернете поискать поминальную речь по шведскому королю Карлу XI, так она латинскими буквами на русском языке. То есть, это говорит о том, что шведского языка как такового никогда не существовало, я имею в виду в те времена, что при дворе все говорили на русском, но использовали латиницу для написания. До XIX века такой истории науки как истории не существовало. Вот, глобально. То есть, где-то писцы что-то записывали и прочее. А общую, как говорится, систему первым попытался создать скалейдер, свести. А так историей никто не занимался. Понятно, понятно. А вручение истории, обучение истории, это конец XIX, начало XX века. Я имею в виду общее обучение всемирной истории. А как таково ее не было. Те же иезуиты писали китайцам китайскую историю. То есть, для тех, кто не знает, иезуиты это католические ордены Иисуса. Как советские историки написали монголам историю Монголии. И тогда они узнали, что они якобы потомки Чендерисхана. Получается, что революционеры постоянно начинают переписывать не только историю, но и язык переделывают, буквы переделывают и так далее. Естественно. Ну, так на мысль наводит. Кому бы это было так надо? Тем более, учитывая, что череда революций так прокатилась прям волной в течение двухсот лет очень-очень активно. А по всему миру прокатилась. То есть, это была всемирная революция, которой так долго говорили большевики? Ну, говорить они могли все, что угодно, но она происходила во многих странах. Где-то раньше, где-то позже. Ну, замысел французская, английская, российская и немецкая, ну, еще можно так, венгерская, они как бы у нас на виду, на слуху. А они же по всему миру происходили. Просто у нас не все виды революции освещаются. Понятно. Но суть, в общем, понятна, для чего революции делаются. Я думаю, что и современности, которые сейчас нас окружают, вот эти вот войны, это же, по сути, дело, новая волна революции, только в новом их виде, в новом проявлении. А так все то же самое, если посмотреть. Революция, это не просто уничтожение старого правящего класса. Это, в первую очередь, уничтожение знаний, традиций и культуры, которая существовала на данной территории. Уничтожение знаний. Вот и все. И это к чему? К тому, что многие сейчас призывают к очередным там революциям и не понимают, что революции для определенных целей создаются, кем-то создаются, а не для того, чтобы вы жили лучше. Вот это надо все понимать и учитывать. Ладно, как-то мы так это развили тему. Ясать задал вопрос. Александр Юрьевич, как твое здоровье? Уже соскучились по видеолекциям, по беседам, поездкам твоим. Как-то не наблюдается последнее время? Ну, естественно, не наблюдалось, потому что, во-первых, у меня были суды, а когда суды, подписка о невыезде. А насчет здоровья не дождутся. Но, в всяком случае, я так понял, есть предложения почаще хотя бы на радио появляться. Дальше, Элфей, вопрос к Александру Юрьевичу. Когда будет издаваться «Иная суть»? Я и друзья очень ожидали за грани восприятия. Вот на днях уже придут заказанные книжечки. Ну, «Иная суть» еще пишется. Я же сказал, сегодня выложена была 15 глава, но это где-то примерно половина книги. То есть, если их заметили, в среднем где-то там около 30 глав. Поэтому можно считать, что половина книги. То есть, а потом, когда черновик закончится, она будет прочитана, дописана. То есть, там у меня кое-где, чтобы мысль не потерять, кратко описываются события. А потом уже, когда будет черновик закончен, она будет более подробно расписана. Какие-то добавятся сюжеты, общение и прочее. Вот, в принципе, такой ответ. Ты знаешь, некоторые ученые, которые изучают творчество известных людей, например, того же Пушкина или кого-то еще, говорят, что вот писали не просто так, писали определенные. в определенное количество строк, в определенное количество глав, в определенное количество даже букв, потому что там была заложена какая-то такая потайная, сакральная структура. Вот в твоих... Ну, это понимаешь, они за это получают деньги. Вот эти все критики, исследователи, они за это получают деньги, потому у них и в черном квадрате Малевич заложено 200 смыслов. Я всегда говорил, когда человек начинает писать какую-то книгу, да, он подсознательно вписывает в самом начале ключ к данной книге. Поэтому, когда человек начинает читать книгу, через некоторое время он перестает видеть буквы, и для него уже перед глазами идет сюжет, как кино. Это срабатывает ключ, который выхватывает из памяти, заложенные в родовой памяти древние знания, и он видит перед собой сюжет, картинку. Ну, то есть у тебя только ключи, но у тебя вот такого какого-то потаенного, там что-то скрытого нет, да, все, пожалуйста, открыто, берите, как оно есть. Ну, ты понимаешь, все записано образом, а в образах много чего есть. Хорошо, идем дальше. Поэтому я раньше и говорил, что у меня при написании используется 16 падежей русского языка, а не 6. со мной уже даже эти, как они, корректоры перестали спорить издательство. То есть, когда я им объяснил, они, вот, тут куча личных запятых. Мои запятые убрали, свои проставили, и смысл полностью изменился. Приходилось все восстанавливать. А им объясняют, что запятая, то есть, за пятой. Пятая, это вот, пятка, остановка. То есть, раньше запятые проставляли там, где надо было сделать паузу. В первую очередь. Поэтому, когда вот читаешь запятым и делаешь паузу, тогда смысл один. Когда без запятых, смысл может быть совершенно другой. Ну, наверное, помните, казнить нельзя помиловать. Все зависит от того, где запятая стоит. Да, да, помним. Следующий вопрос Эдгар задает из Москвы. Здравия, Александр. Когда появился герой Славерка, думал диалоги... Славирка. Ну, Славирка, хорошо. Здесь просто не ставится ни в ударение. Думал диалоги других героев с ним будут отражать старый язык. Ну, и, соответственно, пояснение к таким диалогам. Своего рода обучение читателя. Это придало бы рассказам, придало бы рассказам, по моему мнению, еще одну глубинную грань и поучительность. Спасибо. Славирка. Это такой персонаж интересный. С ним будут какие-то развиваться действия диалоги. Ну, естественно. То есть, Славирка – это детское имя, а так полное имя Славомир. Это родители его звали Славирка, а так полное имя Славомир. То есть, да, там в книге начинается описание времен Ивана Грозного. То есть, многие, наверное, видели картины, древние пресски, росписи, я имею в виду 14, 15, 16, там, 17 век, где на стенах храмов нарисованы летающие объекты, в которых сидят люди. То есть, как бы, для них это уже было привычно видеть, что-то там в небе летает. И это было не только в Европе, но и в Москве тоже. Поэтому здесь сюжет был и завязан на то, что Славирку подарили, как бы, мы сказали, инопланетянам. И подарили представители Британии. Вот так вот круто закручен сюжет. Ладненько. Но суть-то вопроса была такая, что будут ли с ним развиваться диалоги для того, чтобы доносить этот язык? Ну, естественно. Если появился персонаж в рассказе, значит, естественно, с ним. Но при этом его же обучили и современному языку, то есть, на котором общали. Но какой бы язык человек не изучал, у него все равно в разговоре так или иначе старые обороты речи собственностью. Так, идем дальше. Доброго здравия тебе, Александр Юрьевич. Скажи, а фильмы по книгам в будущем возможны? Благодарю тебя. Ну, тут я ничего сказать не могу, потому что создание фильма это дорогостоящее дело. У меня денег на такие фильмы нет. А то, что была студия, у меня забрали и раскурочили. Понятно. Владимир Назаров, вопрос в эфир. Здравия отче. В твоей книге рысь и другие кошачьи могут считывать мысли и общаться на телепатическом уровне. Значит ли это, что наши кошки считывают наши намерения и мысли образы? Естественно. Он мои кошачьи. Только подумаешь, надо покормить, они лежат, спят и тут же все соскочили и вокруг меня. То есть я только подумал, что их надо покормить, а они уже все вокруг меня. То есть готовы к принятию пищи. Может быть это они тебе внушили, что сейчас подойдут, и ты уже бежишь пищу для них доставать? Нет, я же говорю, что они лежали спали. Но это они делали вид, что спали. На самом деле они тебе просто мысли направляли. Медитировали. Хорошо, а кого-то из своих домашних питомцев ты случайно не взял прототипом для своей книги? Ты имеешь в виду своих кошаков? Ну, ты же да, знатный кошачник, кошатник. да, нет. У них у всех интересны у каждого свой характер, свое поведение, поэтому они хоть и ведут себя каждый независимо, но отношение ко мне у каждого свое. Кто-то подходит только когда хочет кушать, кто-то чтобы его приласкали, но стоит начать ласкать одного, тут же набегает множество других, так называемая кошачья ревность, то есть их тоже надо погладить. вот в принципе так. Понятно. Елена 777, вопрос эфир. Как можно стереть ненужные закладки, то есть вредоносные программы из своего эфирного и других полей? Как в книге у вас в капсуле? В жизни как это сделать? Да, есть различные методики, то есть ну зачем их тут обсуждать? Понятно. Идем дальше. Аркуин, он вопрос в эфир. Не совсем по заявленной теме эфира. Вот мы сейчас озвучим, а там примем решение отвечать на него или нет, если не совсем по теме. Здравия, Александр. Почему у некоторых современных людей остается за гранью восприятия взаимосвязь причин и следствий происходящих в мире событий? Например, сейчас появляются публикации, не отличающиеся правдивостью и достоверностью, а порой откровенно лживые и провокационные. Но в социальных сетях они слепо копируются отдельными псевдопатриотами, не сознающими последствия распространения подобных материалов. Благодарю. Ну, здесь все зависит от людей. Плюс не забывайте, телевизионщики не скрывают и откровенно говорят, мы делаем для вас новости. А почему там в социальных сетях где-то копируются, я не знаю. Я ни в одной социальной сети никогда не был зарегистрирован. Поэтому что там творится мне неизвестно. Кстати, может быть, это еще одним ответом на вопрос. Если вдруг где-то в социальной сети увидят, что якобы Александр Юрьевич Хеневич пишет кому-то что-то в социальной сети, то это первый указатель на то, что, скорее всего, это неправда, да? Ну, естественно, потому что если я никогда не был ни в одной социальной сети зарегистрирован, как я могу там кому-то отвечать? А вдруг телепатически думаешь, а там само собой набирается? Да, мне вам супруга говорила, что, по-моему, ВКонтакте штук пять моих аккаунтов в Одноклассниках из десяток. Но я знаю, что часть аккаунтов создали спецслужб, чтобы выявлять тех, кто стремится к своей древней культуре. Хорошо. Ингварь, вопрос в эфир. Рысь принадлежит к древним сполотам, с пыли сполотам. А какие корни у наших домашних кошек? Те же самые. Все оттуда же, да? Так, А зачем тебе столько, вот, кстати, вопрос такой, зачем тебе в доме столько много кошек? Ну, завел бы одну киску, как многие там, ну, двух максимум. Ну, у всех же разных характер. Ну, и что? Ну, а за ними наблюдать гораздо интереснее, чем за многими людьми. Тем более любая кошка это, в первую очередь, гармонизатор. то есть мне непонятно, кто придумал этот бред, что кошка вот там ложится на больной участок и забирает там болезнь, плохую энергетику. Бред. Кошка ни у кого ничего не забирает. Кошка гармонизирует потоки энергии внутри человека. Поэтому я вот даже сижу, а у меня на коленях вдвое разместились и спят. Гармонизаторы? Да. Понятно, понятно. Так, Елена777, вопрос эфир. А можно ли сравнить рысь и дельфина по качеству их характера? Ну, в древности предания говорили, что по социальному характеру на земле на первом месте стоят дельфины, на втором кошки, а на третьем уже люди. То есть дельфин может жить как в обществе, так и отдельно. Кошки могут жить как в сообществе, так и отдельно. А человек может жить только в сообществе. Отдельно он деградирует. Вот следующий вопрос. Винторг, вопрос эфир. Здравия, до всех благ тебе, Александр Юрьевич. Добра и благоденствия. Вельми интересны твои книги серии «Путь к истокам». И у меня скорее не вопрос, а просьба, чтоб в четвертый, да и последующих в кобочках ежели таковы и будут. В книгах серии этих самых деталей и подробностей из прошлых событий совершения и деяний, да и из этих, из наследия предков наших было побольше. В скобочке как, например, было детально пояснено немногое из того, что происходило во времена АСД, или прояснение исконной сути слов, как это было в книге первой со словом «Коутенок» через буквицу «Оук». Вот такое пожелание к тебе. Ну, если я буду каждую буквицу в книжке. Но книжек будет много и все хорошо. Нет, просто их никто не будет читать, потому что это получится не фантастическое произведение, а энциклопедия по трактовке букв. фантастическое буквица. Все дается в мир. То есть, вот, мы уже как бы обсуждали вопрос. Раз появился словирка, значит, будет общение. А у него уровень развития их знаний это времена Ивана Грозного. То есть, знаете, что будет и разговоры, и описания, какая была Москва в те времена. То есть, даже на картинах, будем говорить, 18-го, 19-го века, я уже не говорю про фотографии, Москва белокаменная и Кремль тоже белокаменная. Но современные ученые, официальные, они никак не объясняют, когда и в какое время кремлевская стена тогда покраснела и стала красной. То есть, либо это новодел, тогда, когда перестроили, убрали белый камень и построили из красного. То есть, никто не объясняет. Поэтому всего будет по нему. Ну, можно следующий вопрос. Здесь такие реплики идут. Вы уже начало прослушали, отлучался, где можно будет послушать запись. Если запись будет, то она обязательно появится непосредственно на нашем сайте, а также на канале YouTube Радио. Так что следите, следите, и все вам будет дано. Так, идем дальше. Владислав Назаров. Вопрос в эфир. Здравия с ведущим. А вот есть такая болотная рысь или камышовый кот. Как он уживается с человеком и будет ли он жить рядом как домашний или все-таки как дикий? если брать взрослый он будет с трудом выживать. Потому что он будет как дикий. Более-менее домашними камышовые коты бывают, когда еще, грубо говоря, слепого котенка подобрали и принесли в дом. И он открыв глаза и в человека он воспринимает его уже как представителя своего вида. А так взрослый камышовый кот он либо убежит либо захереет и помрет в неволе. Он привык жить в природе. Вот если мы про кошек очень много говорим, то есть такая реплика вопрос эфир к тебе. А что за чудо юда такое кошки сфинксы? Не понял. Есть порода кошек сфинкс называется. Что это такое за порода? Понимаешь, я слышал, но никогда не видел. Ну это которые такие без шерсти, кожа у них ладенькая. Ну я не видел, я с тебя говорю. Понятно. только о том, что видел. Вот если я своих черных, рыжих, трехцветных, бело-черных, я их вижу каждый день и серых. Так я и знаю их поведение. Ладно, идем дальше. Так было проходящий такой точняющий вопрос. Так, про болотную рысь поговорили. Елена и Игорь задают вопрос в эфир. Здравия, Александр Юрьевич. недавно видел сон про Петра Хиневича, как он воевал, отбивался гранатами от фашистских захватчиков. Хотелось спросить, был ли в твоем роду такой человек? Был, и Роман, и Петр, и Александр, и другие, которые на Курской погибли. Ясно. Но я не знаю, про кого они там сон видели. Ну, понятно, что мы не можем знать, просто он задал вопрос о том, что было или нет, ты ответил, что да, были. Если что-то уточняющее есть, Игорь, судя по всему, вопрос задает, то, пожалуйста, уточняй. Но имейте в виду, что все-таки мы сегодня в первую очередь о книге говорим. А все остальные вопросы, они второстепенные около. Селистра, вопрос в эфир. Здравия, Александр Юрьевич, вопрос о всей осветной грамоте, ваше отношение к ним, книге всеосветной грамоте, Буковник, благодарю за ответ. Если этот вопрос, считаешь, не относится к теме эфира, ты можешь на него не отвечать. Да, вообще никак не отношусь к этому. Тогда идем дальше. Я могу пояснить, в 1995 году в Москве проходил Всеславянский собор. Там появились представители Анания Абрамова, и они всем раздавали ксерокопии и показывали книжку хорошего издания финского. И там, по-моему, Лукоморья было. И они говорили, что вот Пушкин использовал вот эту, и вот там было вот 33 вот таких вот букв завитушки. В 1996 году этих букв уже было 47. Когда в 1999 ко мне приезжал человек, он привозил новую распечатку, там уже было 1200 с чем-то букв. то есть я не знаю, откуда она, не Абрамов, взял это, то есть откуда истоки, поэтому ничего ни хорошего, ни плохого я об этой грамоте сказать не могу. Потому что я не знаю, откуда оно взялось. То, что когда я обучался еще по молодости, ничего о вот этой грамоте нам не говорили. Ответ ясен. Вопрос эфира Владимира Измытич. Александр Юрьевич, почему ты не напишешь цикл детских сказок? А зачем? А что было? Детские сказки они передавались из поколения в поколение. Зачем я еще сказки буду писать? Там же все на образах. Сказка ложь, да в ней намек, кто познает тем урок. Это же не просто рассказ. Это образная структура. Я понимаю, почему Владимир Измытич задал тебе такой вопрос. Дело в том, что современные сказки все, да, там образы могут и присутствовать, но образы уже усовремененные, переделанные. А к тебе вопрос именно этот обращается с точки зрения того, что у тебя есть некое представление или знание о тех образах, которые более древние. Может быть, есть какие-либо сказы, которые еще с неизвращенными, с неизмененными образами. Может быть, вот это имеется в виду. Не то, что ты будешь автором этих сказок, а то, что ты как передатчик из своих знаний или от кого-то еще эти сказки выложишь в свет для того, чтобы дети могли и взрослые читать их в том виде, как они до тебя или до твоих знакомых, близких дошли. Вот, наверное, в чем вопрос заключается. Ну, я точно скажу, что сказками я заниматься не буду. То есть были сказы мы их выложили и сдали как приложение славяно-арийских миров. Я считаю, этого достаточно. То есть люди хотят, не приложив усилий, что-то получить. Но полно же библиотек Московская, Санкт-Петербургская и прочие другие города. Там же полно этих залов древних книг и рукописей. Собирателей сказок было полно. Книги сдавались. Собрал человек тот же Сахаров, там Рябинин и Акушин и другие. Они издавали книжки. Тот же конец середины 19 века. А потом эти книжки, они все находились в библиотеках. То есть люди пусть ищут библиотеку. Договориться снять копию не проблема. Потом пусть цифруют или сразу переснимают. Как многие делают на телефоны, а уже потом в электронном виде откладывают. Ответ понятен. Так, дальше напоминаю, что вопросы мы принимаем по теме книг, но здесь есть вопрос, который ты имеешь право отвечать и отвечать. По поводу того, вернули ли компьютер, закончились ли все мероприятия судебные и так далее, ожидать ли новых изданий, каких-то параллельно произведениям фантастических. Хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Ну, я уже сказал, что у меня закончилось, что я сейчас в основном занимаюсь только написанием фантастической серии и все. Хорошо. Так, еще вопрос тоже такой, где можно сказать да-нет и третий вопрос не ведаю от Антона. А Калаврат-ТВ функционирует? А что ему будет? Конечно, функционирует. Владислав Назаров. Вопрос в эфир. Здравия с ведущим. Отче, в первой книге, когда был найден внеземной корабль в горе и там была аномальная активность, у наших мест силы тоже есть скрытые корабли. Есть ли у нас в Псковской области гора духов? Может, там тоже корабль дремлет? Не знаю. Потому что я в Псковской области никогда не был. Я даже не знаю, есть там горы или нет. Ну, раз пишет гора духов, значит, видимо, есть. А раз упоминание такое интересное, значит, не просто так гора. Так. Но мы скопские, приезжай в общем в гости. Так, Неумелый задает вопрос в эфир. Благодарю Александра Юрьевич за познавательную серию книг, да и вообще за знание. Вопрос по поводу излучения спармса в качестве вредного оружия пришельцев. Можно ли перенести это облучение на наши рельсы? То есть, являются ли современные телефонные фишки или что-то другое неким подобием спармса на земле? И второй вопрос. Главный герой может путешествовать во времени. Встретит ли он сам себя в следующих книгах? Ведь тещу-то он вытащил с того света? Во-первых, тещу он не вытащил с того света. Потому что, когда он прибыл на землю, она была еще жива. Поэтому ни из какого того света он ее не выдергивал. Это раз. По поводу вредных излучений. Сейчас полно вредных излучений. Ведь заметьте, на земле любые элементы, да, они были распределены равномерно. А сейчас их добывают и стаскивают в одну кучу, в результате чего получаются вредные излучения. Какие излучения в телефонах? Я не знаю, у меня старенький телефон нынешних этих навороченных у меня нет, поэтому какие у них излучения, похожи ли они на спарм, я не в курсе. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Силистра. Здравия Калаврат, планируется ли вторая книга Сатьи? Написано Сатьи Веда Перуна. Опять же, мы имеем право... Нет, я уже в прошлый эфир говорил. что Веды запрещены по суду. Поэтому планировать издание или не планировать невозможно. Веды запрещены. Это касается всех книг. Поэтому тут какие могут быть еще ответы? Ну что ж, ответ ясен. Все вопросы мы с тобой исчерпали. еще может быть минут три-четыре поговорим. Если какой-то вопрос появится, то я его озвучу. А можно и музыку включить? Ты хочешь музыку послушать? Ну давай послушаем. Кстати, вот тут было такое небольшое уточнение по поводу... Я не стал этот вопрос в эфир задавать, но раз уж музыку будем слушать, скажи, пожалуйста, вот колядочные праздники, они каким-то образом в твоих книгах отражаются? Я имею ввиду, что книги вообще не о наших земных праздниках. В первую очередь книги пишут о взаимодействии даже не людей, разумных между собой. А под разумными я понимаю не только людей, но тех же кош, собак, других представителей, тех же дельфинов. То есть вот взаимодействие между разумными. Я почему задал вопрос, потому что все-таки колядочные дни идут, коляда у нас наступил. Можно поздравить всех слушателей Нового Славянского радио с колядой. Ну, давайте как раз и коротенькую песенку послушаем в исполнении группы Аллатырь Солнце Каляда. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянское радио. 25 декабря 2016 года воскресенье по одному из современных календарей по одному из старинных 13 день месяца белого сияния покоя мир 7525 лета Смитца. Хиньевич Александр Юрьевич у нас в студии. Мы разбираем третью книгу «Путь к истокам». Это сериал целый. И третья книга называется «За гранью восприятия». Вопрос эфир поступил от Ингварь. Почему главный герой все-таки так рассердился на свою тещу? Он же в курсе, как у нас сейчас запудрили женское восприятие, отношения с мужчинами. Может, стоило бы терпеливее быть? Ну, вы понимаете, сколько тещ, столько и мнений. Поэтому здесь можно сказать только одно. Главный герой еще никогда не сталкивался с таким проявлением заботы матери о дочи. То есть, поэтому для него такое было в дикое. То есть, в первой книге как бы упоминается, что у него была уже семья, которая погибла, но такого отношения с тещей у него не было. Поэтому здесь не нервное неприятие или прочее, просто непонимание, почему человек себя так ведет. А когда человек себя ведет неадекватно, любой нормальный человек с таким неадекватом перестает общаться. Хотя бы временно, пока он не начнет снова адекватно мыслить. сундук. Так, Игварь пишет вывод. Теща человек. Дальше, Элфи, вопрос в эфир. А когда откроют сундук? В каждом эфире такой вопрос появляется. Ну, когда хозяин сундука это решит сделать. Ведь у сундука у Станислава Ивановича уже нет. Он вернул хозяевам. Поэтому вернутся на Реулу, а там уже видно будет. Откроет хозяин сундук или нет? Понятно, понятно. Интрига должна продолжаться. На протяжении вот уже почти четырех книг все спрашивают что там в стуке. Ларчик просто открывался. Ружье висело до последнего акта. В конце концов пальнуло. Катерина 84 задает вопрос. Скажите, вы как-то говорили, что женщина после родов омолаживается на три года, но ведь это ведь не у всех происходит. Как это работает? Нужно чувствовать энергию все эти омоложения или как? При условии, что законы Рита соблюдены. Ну, раз соблюдены, она автоматом омоложения проходит. По поводу сундучка Данил пишет. 16-й книге ты только жди. Все откроется. Ясно. Ну, так все-таки, если все нормально произошло, если законы Рита соблюдены, то никаких специальных знаний не надо к этому прилагать? действий. Нет. Но это все равно вот как как вы не стараетесь, как не пляшите, не крутитесь, солнце зайдет вечером во сколько это требуется, а утром войдет, встанет на востоке как положено. поэтому вечером закат солнца вручную применять не следует. Денис еще вопрос пишет в эфир. Аграфы или аграфы или аграфы применяли против правительства Звездной Федерации двухкомпонентный препарат вечной свободы в кавычках. Из каких компонентов состоит препарат? Видимо, хочет Денис где-то принять. Не против Звездной Федерации, а против Мира Джаре. Против представителя Мира Джаре, а не Звездной Федерации. Потому получается человек невнимательно читал. Потому что когда объединили Звездную Федерацию со стороны аграфы проникли корабли, они были тут же уничтожены. А раз Денис невнимательно читал, то ты компоненты не раскроешь, да? Естественно, никто не будет раскрывать. Вы что, кого-то хотите уничтожить? Денис? Денис, ты что, заговорщик какой? Ну-ка, признавайся. А то ишь тут. Так, ясно. Ну что, вопросов больше я не вижу. И здесь остаются пожелания, пожелания тебе всего самого доброго. Здесь сожаление, что запрещены, значит, время еще не пришло. Это когда говорил ты про, отвечал на вопрос про выпуск второй части вед. Дальше. Спасибо, здравия тебе, успехов. Приходите почаще на эфир, по возможности, почаще. Всех с днем перемен, всем богатырского здоровья, всех благ. Поздравляем Александра Юрьевича с Калядой, с днем рождения Каляды всех. Если эфир заканчивается, что с праздником, Александр Юрьевич крепкого здоровья, славного творчества и низкий поклон, здравия, Александр Юрьевич и так далее. То есть, вот такие тебе добрые послания. Благодарю за бесценные знания Александра Юрьевича, долгого здравия, скучаем по эфирам с тобой, пишет Всеслава. Вот, 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 вот так вот. Ну, по эфирам есть еще страничка на самом издате, где обсуждаются каждая глава, так что можете принимать участие. Вот, а по поводу эфиров, так, ну, что просто так встречаться? Если есть какая-то тема у вас, если вы хотите что-то обсудить и это что-то не повредит кому-то, то в этом случае тогда вы пишите, предлагайте, я буду передавать Александру предложение. Если Александр сочтет, что да, эта тема должна быть рассмотрена в эфире, ну, тогда и будем ее рассматривать. А просто так, ну, что, ну, пришел Александр Юрьевич, кошлянул пару раз, до свидания, так что ли, эфир будем проводить. Вы тему предлагайте, вопросы какие-то предлагайте, что будем обсуждать, тогда эфиры будут. Эфиры до марта месяца расписаны. Да, ну, и надо учитывать, что уже середина марта у нас все эфиры расписаны, так что, если сейчас вы успеете предложить что-то серьезное, будет у вас подборка вопросов какая-то, вот после этого эфира у нас есть форма обратной связи, пожалуйста, пишите, все вопросы там фиксируются, то в этом случае где-нибудь к концу марта, если позволит здоровье время, то сделаем эфир. Но, опять же... Там уже и будем обсуждать выход четвертой книги. Да. Да, там, скорее всего, уже четвертый будет на подходе, и будет тогда возможность поговорить и по вопросам, которые вы придумаете, и по четвертой книге. Так что, но все равно вопросы мы от вас ждем. Вы не думайте, что любые эфирмы вот просто так вот поковырялись носу и решили сделать. Нет, каждый эфир, он как чему-то должен быть посвящен, а не просто так, что мы собрались, выпили чай и разбежались. Так, еще я смотрю, какие пожелания. Благодарю за бесценные знания. Всех благ тебе. Вот, Денис ответил, не, я не заговорщик. Ну, молодец, уже хорошо. Владимир, благодарю, здравия. Тут не буду читать, благодарствую, благодарствую за эфир, здравия тебе, Александр, крепкого здоровья, добра и света вокруг всем и тебе. Очень скучаем, пишет Эльфий. Крепкого здоровья, Александру Юрьевичу. Там еще не глава обсуждается, а вообще пишет Владимир. Это реплика, когда сказал, что заходить на самоздат и там пообщаемся. Так. Там люди общаются, обсуждают каждую главу. Иногда привносят какие-то интересные вопросы. Я их читаю, рассматриваю. Иногда вношу и расписываю как действие в книге. То есть, но это не всегда, что вот человек пришел, а вот это мне напишите, и я тут все бросил, начал это писать. Нет. Ну, я заметил, обсуждение первой книги, там было что-то около 800 комментариев, а тут после, по-моему, девяти глав уже больше тысячи было. Ну, вот, как я уже сказал, а сегодня было выложено 15. То есть, а тут в связи с праздниками, то есть, на сейчас тут и подарки детям, внукам, правнукам делать. Думаю, что следующая глава 16-й, 4-й книги уже будет только в январе. Вот, Васильевич пишет, у Радовичей идет продажа книги. Так мы об этом говорили, кстати, вот, пользуясь поводом. И даже можно сказать, что Радович также предлагает, то есть, у него каждая книжка имеет свою цену, да, но если брать все три заказывают, то там получается со скидкой, по-моему, на 200 рублей. просто я напоминаю, что мы говорим про издательство Радовичи, и вот здесь Василий Васильевич сбрасывает ссылку, так что те, кто в чате, могут прямо на ссылку нажимать и окажутся на той странице. Вот, Ингварь пишет, есть тема воспитания детей, вот, интересует с твоей точки зрения, как воспитывать детей, так что этому можно посвятить целый эфир. И сразу Эльфи поддерживает, согласен, вот, также неумел и все, пошел на сам издательство, 15 главных. А еще, насчет воспитания детей, меня как раз тогда прервали, я делал фильм, документальный фильм, как наши дети воспитывались в старые времена, что этим занимались только отцы, а матери и окружали детей заботой. Но все воспитание ложилось только на отцов, потому что само слово воспитание уже говорит о том, что питание культурой велось ведущим отеческим словом, поэтому и воспитание. Ну так вот, поэтому и предложение, раз тебя прервали на лете, тебя прервали, не дали выпустить фильм, так может быть выпустить эфир, и кто-то поддерживает. А как я словами буду сюжеты картинки описывать, а? А ты писатель вообще, ты образно пишешь, так что все нормально, у тебя с этим все хорошо. Ты же писатель. Но это все равно будет после того к теме воспитания можно будет подойти только когда я закончу книгу. Я никогда не делаю два дела одновременно. то есть сосредоточено браться только за одно дело. Владислав Назаров, когда следующий эфир, подскажите? Вот мы об этом как раз и говорим, когда следующий эфир. Следующий эфир, по-моему, Славянского радио будет завтра, да? Следующий? Нет, завтра мы еще отдохнем, вот послезавтра уже следующий эфир точно будет. Да, так что а вот слушайте каждый день. Ну да, у нас каждый день что-то много. Все равно что-то передают. Тем более, что нарезки из эфиров мы выкладываем, у нас каждый день звучит, каждый час звучит по две коротеньких нарезки из какого-либо интересного эфира, там по пять, по восемь минут и там много что идет. И с твоим участием, кстати, тоже нарезочки идут, так что даже если живого эфира нет, но так напоминание, напоминание присутствует, так что заходите. Так, всем добра, радости, здравия, благодарю за интересный эфир книга «Любов и за душевное общение». Здравия, всего доброго, всех благ, неумелые. Я уже пошел туда за пятнадцатой главой, тут такая переписка идет. Даже очень полезная тема для всех, взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Вопрос эфир. Поет или поет Грааль на основе старославянских технологий слышали об этом? Грааль, поэт Грааль. Не слышал. Я тоже как-то что-то пропустил, видимо. Силистра, пожалуйста, ты уточни, что ты имел в виду или имел в виду, я просто не знаю. Так, завтра начнем. Насчет музыки я говорил, что я слушаю. Это белорусский гурт Палас. То есть, группа Палас, что в переводе с белорусского означает дворец. Они старые песни поют и, будем говорить, исполняют старые песни в современной обработке. То есть, я в основном их слушаю. Многие там из-за политики почему-то обозлились на украинскую группу Океан Эльзы. Но я не знаю, мне нравится, как они исполняют песни. То есть, без всякой политики. Просто нравятся многие украинские песни. А от того, что там на Украине сейчас творится, но от этого же песни не стали хуже или лучше. Они просто есть. Я с тобой согласен, потому у нас на радио звучат каждый час и украинские, и белорусские песни, и даже более дальнего зарубежья от России. На мой взгляд, нас не должны разъединять какие-то политические игры кого-либо. Наша задача сейчас понять, что мы единое целое. У нас одна группа крови. Не в той смысле, как современные, там первая, вторая, третья, четвертая. А мы одной крови. Мы братья, мы сестры. И нам надо объединяться. Как Мауглик говорил, мы с тобой одной крови. Именно так. Поэтому наша задача сейчас объединяться. Как бы не хотели нас разъединить. Поэтому, если вы играете на разъединение, то вы должны понимать, на чьей стороне. Значит, вы должны понимать, что вас дальше ждет, какая очередная революция, какие будут изменения и так далее и тому подобное. Вам это надо, как говорят в Одессе? Мне, например, это не надо. Я хочу, чтобы мы жили в мире. Я хочу, чтобы наши державы крепли. Я хочу, чтобы наши рода были крепкими, чтобы у нас был мир да лад. И для этого радио создано. Мы объединяем, а не разъединяем. Как бы кому-то это не нравилось, как бы какие гадости про нас не говорили. Вот так мы живем. Вот и все. Поэтому, хотите жить так, живите. Не хотите, отойдите в сторону, не мешайте нам двигаться. Потому что наступило время объединения. Наше время. Вот и все. Я думаю так. Ну, как раньше говорили, рожденный ползать, не путайся на взлетной площадке. В общем, да. А то, не дай бог, придавит. Ну, что ж. Ну, что ж. Значит, по поводу следующего эфира мы с тобой говорили. Это приблизительно уже весна, когда будет четвертая книга. Если вдруг какой-то будет вопрос такой, что ты скажешь, все откладывай, отвечая на этот вопрос, то найдем время, чтобы раньше сделать эфир. Не будет такого вопроса. Будем ждать выхода очередной книги и поговорим поговорим про издательство Радовичи, поговорим про то, какие у тебя мысли, замыслы, поговорим о многом, что связано с этим совсем. Давай уже в заключении будем желать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное и хорошее, исходя из темы «Путь к истокам», третья книга «За гранью восприятия». И учитывать, что все-таки у тебя уже время не детское. Ну да, второй час ночи у нас зато потеплело. то есть были морозы под пятьдесят, а сейчас потеплело. Вот и пускай у всех слушателей на душе станет теплее и в отношениях с родными и близкими будет всегда тепло, нежно и приятно. Хорошая, хорошее такое дал, хороший посыл. Нет ничего дороже, на мой взгляд, чем родня и хорошее отношение в родах. Вот будьте счастливы, друзья мои. Напоминаю, что мы говорили про книгу очередную, про третью уже книгу. Очень с нетерпением ждем выхода четвертой книги. Но, как говорят, морковку не надо тащить за бату, чтобы она быстрее выросла. Все-таки автор это творческий человек, и как оно идет, так оно и появляется. Поэтому не будем торопить, а будем просто следить, отслеживать, читать, общаться, дружить, чтобы у нас все было хорошо. Прощаюсь с вами, дорогие мои друзья. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова